Пушкин Прошло уже полтора столетия, а город и сегодня свято хранит наследие великого поэта. Свидетели его труда, его вдохновения, рукописи Пушкина. Вспомним пушкинские слова. Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем его автографы, хотя бы они были ничто иное, как отрывки из расходной тетради. Эти пушкинские слова прежде всего следует отнести к его собственным рукописям. Все дошедшие до нас рукописи Пушкина собраны в Институте русской литературы в Пушкинском доме. На этих стеллажах более 15 тысяч листов рукописи поэта. Здесь и написанные стремительным почерком беловые автографы. Здесь и рукописи, на которых сохранились следы последующей работы взыскательного художника. И, наконец, черновики Пушкина. Самые интересные для нас рукописи поэта. Мы преклоняемся перед громадным трудом, который вкладывал Пушкин в создание своих произведений. Во время работы Пушкин заносил на бумагу почти все слова и рифмы, рождавшиеся в его творческом сознании. На полях пушкинских рукописей мы то и дело встречаем его беглые рисунки. Необыкновенно выразительные и талантливые. Иногда это иллюстрации к собственным произведениям. Зарисовки героев Татьяна, Венской, автопортрет, портреты декабристов. Черновые рукописи Пушкина отражают почти весь ход творческого процесса. Они дают нам возможность до некоторой степени следовать за мыслями поэта. Возьмем рукопись Медного всадника. Проследим, как создавалась первая страница этой поэмы. На берегу варяжских волн стоял глубокой думы полный Великий Петр. Пред ним катилась уединенная. Записав эти строки, Пушкин сразу же начинает их переделывать. Вместо стоял глубокой думы полный, стоял, задумавшись глубоко, Великий Петр. Над ним, пред ним широко, Неслась пустынная нева. Текла пустынная нева. Теперь Пушкин переделывает первую строку. Однажды близ варяжских волн На берегу пустынных волн На берегу балтийских волн На берегу пустынных волн Стоял, задумавшись глубоко, Великий Петр. Великий царь, Великий Петр. Пушкин колеблется назвать ли имя своего героя Или ограничиться обобщенным выражением. Великий царь, Великий муж. Однажды царь. После стиха «Текла пустынная нева» Пушкин пробует развить тему невы. «Цари» Слово не дописано, возможно. «Царица» или «Царила». «И в море» «Челнок рыбачий одиноко» Пушкин начинает уточнять новый образ. «Несла с нева, Смиренный челн По ней стремился одиноко» К выражению «стремился» не подходит эпитет «Смиренный челн». Пушкин зачеркивает, но затем восстанавливает это слово И меняет глагол «Стремился» на «Качался». «Смиренный челн На ней качался одиноко» Но со словом «Качался» не согласуются слова «Несла с нева», которые передают ощущение стремительности. Пушкин заменяет их. «Текла века» «Смиренный челн На ней качался одиноко» Не сразу далось Пушкину описание сумрачных берегов Невы, Где будет воздвигнут Великий город. «Сосновый лес По топким низким берегам, В болоте Сосны Бор сосновый На берега» Эти слова переносятся в конец стиха. Пушкин пробует новое начало, ищет новые слова. «Среди болот Сосновый бор, Сосновый лес, Недосягаемый для солнца, Недосягаемый лучам, Сокиди болота» Восстанавливается прежнее выражение. «Среди болот По берегам Сокрытым От солнца» В третий раз Пушкин начинает стих по-новому. Тянулся лес По берегам Сокрытым Он возвращается К первому варианту начала, Но с новым продолжением. «Среди болот По берегам» И пишет конец Следующего стиха «Здесь и там Изба, Избушки здесь, Чернели избы Здесь и там Приют убогого Чухонца» «Среди болот По берегам Чернели избы Здесь и там Приют убогого Чухонца» Пушкин переходит к другой теме. «И думал царь, И думал он, И мыслил, И думал он». Но продолжение стиха не складывалось. Рифма ушла. Пушкин задумался. На полях рукописи появляется профиль Натальи Николаевны. Она оставалась в Петербурге, а Пушкин работал над поэмой в Болдине. Пушкин продолжает рисовать, но мысль его занята стихом. Недосягаемый, непроницаемый, непроницаемый лучам В туманах, в тумане спрятанного солнца. Описание пустынного берега Невы закончено. Пушкин начинает новую тему. «Здесь будет град. Отсель стеречь я буду шведа Неугомонного соседа. Сюда, отсель. Отсель и пушки заторчат На земли грозного соседа. Отсель стеречь мы будем шведа. И наши пушки заторчат На земли грозного соседа. Пушкин нашел прекрасный поэтический образ. В Европу прорубить окно. Здесь, наконец, не мудрено В Европу прорубить окно. И стать. Ногою твердой стать у моря. Ногою твердой стать при море. Стих почти готов, но поэта что-то не устраивает. Мы не всегда можем понять мотивы, заставляющие Пушкина Отказываться от найденного поэтического образа И заменять его другим. Но эти настойчивые поиски Свидетельство творческой взыскательности гения. Сюда, по новым, по северным, По девственным волнам, по девственным водам, Придут к нам. Витрила придут к нам. Флаги придут к нам. Из Ливерпуля и Сардама. Всемирные флаги придут к нам. И поторгуем на просторе. И запируем на просторе. Дальше только рифмы. И вскоре, горе, горе, Решено в Европу прорубить окно. Пушкин опять зачеркивает написанное. И снова начинает рисовать на полях. Появляется какой-то женский профиль. А затем снова портрет Натальи Николаевны. В это время окончательно сложились Заключительные строки этого эпизода. Стих «В Европу прорубить окно» Возвращается на прежнее место. Судьбою здесь нам суждено В Европу прорубить окно. Вступление к поэме «Медный всадник» В черне готово. На берегу пустынных волн Стоял, задумавшись глубоко, Однажды царь. Пред ним широко текла река. Смиренный челн На ней качался одиноко. Среди болот по берегам Чернели избы здесь и там Приют убогого чухонца. Да лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца. И думал он, здесь будет град, От сельсти речь мы будем шведа, И наши пушки заторчат На земли грозного соседа. Судьбою здесь нам суждено В Европу прорубить окно, Ногою твердой стать при море. Сюда по девственным водам Всемирные флаги придут к нам И запируем на просторе. 6 октября. Пушкин записал дату начала работы Над медным всадником. Завершение черновой рукописи Этой поэмы Пушкин пометил 30 октября. Закончив поэму в черне, Пушкин переписал ее набело. Но и после этого он продолжал работать над текстом. Переработанный текст поэмы Пушкин переписал еще раз. В этом виде он представил рукопись на царскую цензуру. В своем дневнике 14 декабря 1833 года Пушкин записал. 11-го получено мной приглашение от Бенкендорфа. Явиться к нему на другой день утром. Я приехал. Мне возвращен медный всадник с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшей цензурой. Стихи и перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфироносная вдова вымораны. На многих местах поставлен знак вопроса. Пушкин не согласился с замечаниями царя. Он не стал переделывать текст поэмы. Впервые медный всадник был опубликован только после смерти поэта в журнале «Современник». В угоду царской цензуре Жуковский вынуден был изменить текст, лишив его политической остроты. Он убрал все смелые пушкинские эпитеты, относящиеся к царю. Сцена Евгения у памятника Петру была напечатана так. «Безумец бедный обошел кругом скалы с тоскою дикой, и надпись яркую прочел, и сердце скорби великой стеснилось в нем. И вздрогнул он, и мрачен стал преддивным русским великаном, и перст свой на него подняв, задумался». Пушкинские рукописи сохранили другой текст той же сцены. Кругом подножия кумира безумец бедный обошел и взоры дикие навел на лик державца полумира. Стеснилась грудь его, чело к решетке хладной прилегло, глаза подернулись туманом, по сердцу пламень пробежал. Вскепела кровь, он мрачен стал пред горделивым истуканом, и зубы стиснув, пальцы сжав, как обуянной силой черной. «Добро, строитель чудотворной!» шепнул он, злобно задрожав. «Ужо тебе!» Свою поэму «Медный всадник» Пушкин назвал петербургской повестью. Воспев ней красоту и величие города. Люблю тебя, Петра Творенья, Люблю твой строгий и стройный вид. Не вы державное течение, Береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунный, Твоих задумчивых ночей, Прозрачный сумрак, Блеск безлунный, Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лампады Ясны спящие громады пустынных улиц И светла адмиралтейская игла. В веках живет чеканный пушкинский стих, Бессмертный и не стареющий. Без лампы Чекущий Продолжение следует...